Всем привет! Ну, мимо такой новости пройти я никак не мог. Мы все ждем и готовимся к будущим выборам, которые пройдут в марте этого года. Будем выбирать президента Российской Федерации. Вот, и уже появилась информация, что ЦИК утвердила текст бюллетеней для голосования на выборах президента России. И также, конечно же, уже понятно все кандидаты, которых зарегистрировали на будущие выборы. Вот так вот, два кандидата просто не прошли. Это Надеждин и еще один от коммунистов России. Вот, Дованков прошел от «Новые люди». Владимир Путин не захотел баллотироваться от партии «Единая Россия». Идет как самодвиженец партия-лидер партии ЛДПР. И вместо «Зюганова» от коммунистов идет совершенно другой человек. Вот так вот. Ну что, давайте я вам покажу скриншотик. Показываем, вот три новости. Пишет ЦИК утвердил текст бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации. Вот эта новость сегодняшняя. ЦИК утвердил текст избирателя бюллетеней для голосования. Сообщил корреспондент. Три новости. Потом переходим в следующее. Как сообщила глава ЦКЛ Панфилова, информация, которая представлена в бюллетене, согласована с самими кандидатами. Всего избирательная комиссия напечатает более 113 миллионов бланков. Совет Федерации назначил президентские выборы в России на 17 марта. Но голосование продлится с 15 по 17 марта. То есть с 15 марта начнется, с 17 марта закончится. Вопрос, а почему будет так длиться три дня, а не один день? А, да, подозрение. Кандидаты на пост президента России. Я считаю, что президентские выборы должны проходить один день. Вот так вот, чтобы быстро и молниеносно. Ну что тут растягивают, растягивают нам удовольствие на три дня. Вот так вот. Уже я вам сказал, кто будет из кандидатов. Вот такой будет бюллетенчик. Вы голосуете за Ванкова, за Путина, за Слуцкого, за Харитонова. Вопрос, а почему я не хочу голосовать против всех, например? Почему такой графы нет? Странно, да? Вот я лично вообще думаю ни за кого не голосовать. Ну, значит мне придется перечеркнуть бюллетенчик и сказать, не буду голосовать. Вот я считаю, что в бюллетень надо добавлять, что я против всех. Вот этого бюллетеня нет, нужно фланг. Вот допустим, мне кандидаты эти не устраивают. Я что должен делать? Я считаю, что нужно добавлять в бюллетень против всех. Вот. Ее нет. Что делать этому человеку, который не хочет за этих кандидатов голосовать? Ему придется перечеркнуть бюллетень или порвать. Ну, что я еще могу сказать? Только такие варианты. Я считаю, что такую бюллетень надо добавлять. Раньше было. Почему убрали? Ну, думайте сами. Вот так будут проходить выборы. Вот перед нами кандидаты. Я потом еще на эту тему сделаю отдельный ролик. Так, вот, конечно, главный кандидат на победу это Владимир Путин. Я уверен, что Путин станет президентом. Я даже не сомневаюсь. Путин, если посмотреть на этих кандидатов, конечно, Путин более такой опытный политик. К Харитону еще далеко. С Луцкому тоже не так большое доверием пользуется в стране. Да, Ванков вообще молодой политик. Ничем себя не проявил, на мой взгляд. Что-то я его и не видел, и не слышал. А Путин всем, как говорится, всем известен, популярный человек. Вот так вот. Поэтому тут явное преимущество у Путина. Но посмотрим, за кого проголосует народ. Вот так вот. Ну, то есть, не ошибется ли компьютерная программа. Вот так вот. Ну, что я могу сказать? Да, шутка шуткой, но тут все понятно. Досрочно. Я считаю, что Путин тут имеет большие шансы выиграть эту президентскую лунку. Ну, я сказал кратко, вот такую новость, поделился с вами личным мнением. Ну, что могу сказать? Напечатали бюллетеник, отлично, все сделали красиво, быстро. Вопрос, а почему не очень сильные политики-то пошли на эти президентские выборы? Я вижу, нет достойных кандидатов, чтобы могли поспорить за этот пост с действующим президентом. Нету. Вот так вот. К сожалению, этого нет. Почему? Ну, хорошо, Путин почистил поляну и теперь идет на президентский выбор. Ну, и это я так анализирую. Ну, что я могу сказать? Молодец, поработал над этим. И конкурентов нет. С вами был Ирислав Михайлов, политобозреватель. Подписываемся на мой YouTube-канал, на мой Дзен-канал. Ставим два лайкосика, комментарии приветствуются. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok